Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Аня Цзук и сегодня мы поговорим об Android TV приставке, которая предназначена для того, чтобы смотреть фильмы на ней или ТВ программы через интернет и самое главное для нас это играть в видеоигры. Итак, приставочку эту я заказал на Алиэкспресс, если что, кому будет интересно, ссылочку на продавца оставлю в описании. Полное название данной приставки это у нас Vontar Octa-Core OTT TV Box Z5 Supermax, такое самое полное название всей модели, если кому-то будет интересно. Почему взял конкретно данную модель, их много разных есть в интернете, есть по разным ценам, вот эту вот вместе с вот такой вот беспроводной клавиатурой мышкой мне обошлось в 4,5 тысячи примерно, можно найти приставки и за полторы, за две тысячи, кому не принципиально. Я очень сильно запарился насчет Wi-Fi, потому что читал много отзывов на Алиэкспресс как раз в комментариях там и очень многие приставки, люди жаловались, что у них плохой Wi-Fi приемник и видео тормозят при просмотре через Wi-Fi там или они зависают или тормозят постоянно, то есть мне это такое было не нужно, мне нужно, чтобы стабильно работал Wi-Fi, потому что у меня роутер стоит в одной комнате, да, а приставку я к телевизору подключаю совсем в другой комнате и мне нужно было, чтобы по всей квартире все нормально работало. Вот на это я остановился, потому что были хорошие отзывы насчет Wi-Fi приемника, вот это такой первый фактор, почему я ее взял и самое главное, сегодня мы поговорим о играх, о том, какие игры на ней можно играть и как это сделать вообще комфортнее, с помощью чего. Значит так, ребят, давайте для начала посмотрим, как выглядит сама приставка. Вот такая вот коробочка, она в принципе называется Android TV Box, здесь написано в антар, но вы, наверное, уже не видите, тут очень хорошо все отражается на поверхности и заляпанность показывается, хотя на самом деле ее вроде бы и нет. Значит так, что у нас здесь есть, вот, кстати, антенка, сзади у нас есть HDMI выход, есть аудио-видео выход для обычных телевизоров, оптический выход для звука, ну, выход для блок питания и еще и для кабеля интернет. Значит, сбоку у нас есть два выхода для USB и еще для карты памяти. У меня уже, видите, занято тут USB свисток, кстати, а здесь флешка. Об этом дальше расскажу потом, для чего мне флешка нужна, хотя вы, наверное, подозреваете. Там есть своя внутренняя память, по-моему, 16 гигабайт, но есть разные модели, там 16, 32, я не помню, ли 16 или 32 в данном случае. Там при выборе можно все это, ну, при покупке можно там выбрать либо та, либо та модель. Значит, в комплекте, значит, вот еще блок питания идет, помимо самой приставки. Идет еще вот такой пульт, он в стандартном наборе, всегда идет пульт, ну, и К, приемник, там все дела, то есть он работает, его неудобство в том, что он работает только на случай, когда вы прямо вот четко наводите на приставку. Вот, но пользуются для того, чтобы смотреть фильмы, нормально, подходит. Вот, но если вы хотите чего-то большего, там лазить в интернете, по сайтам, где-то что-то скачивать, читать, то желательно брать еще вот эту вот штуку в комплекте. Я сразу же заказывал с ней, это вот, типа, беспроводная клавиатура-мышь, то есть тут есть тачпад, как мышь она работает, да, вот, и есть кнопки мыши, есть вот клавиатура, вы видите, печатать что-то можно, например. И разные горячие клавиши, там меню приставки выходить, в интернет сразу заходить, горячие клавиши есть, то есть, ну, удобная вещь, и она работает от свистка, вот этого беспроводного, не нужно наводить на приставку обязательно, то есть, то есть в любом месте вы можете сидеть и управлять, это очень удобно. Так что вот такую вещь я советую брать сразу в комплекте, я вот именно в комплекте с ней заказывал, тоже фирма Bantar стоит. Вот, ну и теперь, давайте, самое главное, перейдем к меню приставки, посмотрим уже все конкретно, как все это работает, что на ней можно запускать, и более, скажем, серьезно, конкретно перейдем к играм. Значит так, ребят, что у нас здесь есть? В верхней части у нас расположены разные приложения, которые нам необходимы, которые мы сами можем добавлять. Вот видите, добавить приложения, то есть у вас закачиваются, вы закачиваете какие-то приложения, и можете их прямо в самое главное меню вывести, который для приставки нужный внизу, вот тут основные меню ее идут, вот интернет, настройки, приложения уже просто, там все у вас, которые закачаны. Какие-то изначально, это ТВ-центр, это типа, как бы, приложение для просмотра ТВ, но я его не использую. В общем, смотрите, что я изначально, что я установил. HD Video Box, это программу мне посоветовали подписчики на канале зрители, она устанавливается не через Play Market, а просто через сайт. Программа позволяет смотреть различные фильмы, которые находятся в открытом доступе, то есть вот с разных сайтов, которые там предлагают смотреть бесплатно фильмы. Вот, ну, выбор здесь, конечно, большой, фильмы, сериалы, мультфильмы, здесь все это есть, выбор большой, но, сразу скажу, это все типа, пиратская, то есть там будет постоянно рекламы разные, раздражающие, там, ну, вы знаете, да, короче, которые кричат неожиданно и портят вам атмосферу. Вот, ну, когда посмотреть нечего, то нормально. Дальше, вот, SS IP TV, вот это ТВ-приложение, советую установить тоже сразу. Это именно для просмотра ТВ-программ, если вам это интересно. То есть, если вам нужны ТВ-программы через интернет, вот, здесь вот есть открытые ТВ. Так. Вот провайдер, если вы нажимаете провайдер, то здесь будут каналы, которые предоставляют ваш провайдер, если есть у меня такая фишка. Вот у меня вот есть разные каналы, прочее. Дальше есть плейлист, вы можете в настройках скачать какой-нибудь плейлист с интернета, есть очень много этих сайтов, которые предоставляют свои плейлисты. Вы вбиваете плейлист, настройка, сохраняете, и вот тут разные каналы, тут 200 лишних штук, по-моему, этих каналов. Не все из них работают, какие-то работают, какие-то не работают, то есть можно их потом, ненужные каналы удалять. В общем, тут и дофига этих каналов. Все это делается вот здесь вот в настройках, находите вот это настройки, и сейчас, контент это называется, настройка ТВ каналов избранного. Вот. М3ю плейлист называется, вот вы вбиваете сюда ссылочку, сохраняете, и у вас, соответственно, потом эти каналы с этих сайтов появляются. Ну, я, честно говоря, с этим немножко побаловался, но мне изначально это не особо было нужно, то есть я установил эти каналы, но не смотрю. То есть мне это не особо интересно, я в основном смотрю то фильмы. Дальше вот есть, например, Мегаго кинотеатр, это уже из плеймаркета можно установить. Ну, это такое известное приложение, оно на смарт-ТВ, тоже есть на смарт-телевизорах. То есть тут можно платно что-то смотреть, а можно смотреть бесплатно. То есть тут есть фильмы, которые предоставляют бесплатно. Есть фильмы, которые по подписке предоставляют. Ну, то есть, короче, если хотите в хорошем качестве, лицензионные, то тут, в принципе, можно найти что-то посмотреть. Вот если ничего не указано, ни подписка, ни цена, то вот эти все фильмы можно ставить бесплатно. Тут все в хорошем дублированном переводе там. Ну, в общем, такое нормальное приложение. Если не хотите платить за подписки там, то можно им пользоваться. Дальше тут вот есть игрушки, Dead Trigger у меня установлен. Есть вот Play Market. Тут давайте сразу зайдем в Play Market, посмотрим, что здесь вообще есть. На самом деле, этот Play Market, он ограничен для вот этих вот Android TV-боксов. Тут не все игры есть, не все приложения. Потому что, ну, без тачскрина ты не во все сможешь играть, во-первых, да? Так, ну и вот тут, короче, есть разные игры, тут рекомендации разные. Те же самые, вон, Telltale-овские Бэтмены и прочее, прочее, прочее. Изначально-то, как бы, не во все игры вы сможете из этих даже играть, потому что у вас нет контроллера, геймпада, то бишь, вот, и с пультом или вот с этим вот беспроводным вот этим мышью, беспроводной мышью-клавиатурой. Играть можно не во все, тут даже вот видите, эмулятор есть. Есть вот топ бесплатных игр, всякая дичь тут. Ну, что-то, может, и неплохое, кстати. Да, в принципе, можно идти бесплатно, тоже неплохо, но, как правило, все эти бесплатные игры, они на самом деле вытягиваются из вас средства, то есть они сделаны для того, чтобы из вас потихоньку там, чтобы вы там донатили, короче, да. Вот гоночки тут разные есть. Шутаны. Преплатные, бесплатные. Аркад фан, приключения, даже GTA-шечка тут есть. Но большинство игр будут требовать геймпад, то есть они не будут работать с пультом. Но есть, кстати, отдельный раздел, здесь прямо игры для пульта. Наверное, на главный должно быть. Тут топы разные идут, то платных, то бесплатных приложений, рекомендуемые, развлечения, музыка онлайн. Вот пульт ДУ вместо джойстик. То есть вот эти вот приложения, игры можно играть с помощью пульта. Либо вот пульт телевизионный, который вот в комплекте шел, либо вот эта вот клавиатура беспроводная, которую я вот отдельно заказывал. Ну, я все вместе заказывал, мне прислали одну посылку, но можно с ней, можно без нее заказывать. То есть вот такое тут есть это дело. Ну, меня эти игры, честно говоря, не так сильно интересовали. Меня больше интересовали разные эмуляторы. И вот я нашел, ну, я пробовал разные эмуляторы здесь. Даже есть честь, через которые можно пультом играть, но это очень чертовски будет неудобно делать. И в результате я заказал себе отдельно еще вот такой вот геймпад. X3 называется он. Он так довольно популярен на Алиэкспресс. Недорогой, стоит около 600 рублей. Сейчас я вам покажу его отдельно. Вот он. Он беспроводной. Он с аккумулятором встроенным. Заряжается через USB. В комплекте кабель идет. Повторяет, по сути, джойстик PlayStation по всем своим параметрам, скажем так. Вот. И ради того, чтобы играть в игры, я все-таки его заказал. Потому что я пробовал там игры для пульта. Пробовал играть вот на этой клавиатуре. Эмуляцию настраивать. Ну, это все такое чисто так. Ну, просто побаловаться, попробовать. Но нормально в это дело не поиграешь. И вот этот геймпад мне пришел. И уже только после этого я решил этот обзор сделать на эту приставку. Значит так. Вот, включаем его. Сейчас он найдет первого игрока. Вот, да. Ну, заранее надо было его там настроить. Тут есть... Сейчас я вам покажу. Вот есть настройки. Здесь для Bluetooth устройств. Вот он у нас, геймпад плюс. То есть, сначала заходим добавить устройство. Там нажимаем кнопочку. Ищем его и подключаем. Вот. То есть, тут для этой приставки не нужен какой-нибудь там свисток, USB. Ничего не нужно. То есть, через Bluetooth все работает. Ну, и, короче, я... Почему я еще запарился? Я скачал вот эту программу. Называется RetroArch. Это программа для эмуляции. Очень хорошая. И она вообще никак не работает. В меню даже в ней не работает. Ну, короче, без этого пульта. Без джойстика. То есть, на клавиатуре, ни на ТВ пульте не работала вообще эта программа никак. Вот. И поэтому я решил подзапариться. Но сначала давайте мы, для примера, включим игру для андроида, которая вот здесь вот есть. Скачан из Play Market. Вот, например, Dead Trigger. Посмотрим, как она выглядит. Ну, чтобы вы примерно представляли, какую графику она тянет. Не все представленные игры, которые, вот, кстати, в этом магазинчике, не все будут нормально работать. То есть, если есть бесплатные версии, скачайте, попробуйте. Я скачал какую-то игру-гонку про зомби, где их сшибать надо. И она, короче, тормозила. Что мы имеем здесь? Черт! Возьми в мир боли! В принципе, даже на четвертой Соньке игры с такой графикой выходят. Все четко целится, стреляет. Ну, короче, вы поняли, да, ребят? То есть, вот так это все выглядит. В принципе, можно найти, покопаться, что-то такое вот. В магазине поиграть. Но нас сейчас интересует уже все-таки другое. Так, давайте отсюда мы выйдем. Уходим из игры. Это я вам так просто пример, как выглядят игры, которые можно поиграть из магазина Play Market, который Android, да? Ну, и самое главное, в общем, ради чего вообще я хотел это все сделать. Дело это ретро. Давайте сделаем так. Мы зайдем через Play Market, чтобы вы поняли, что это приложение в Play Market тоже есть. Оно уже вот в моих приложениях здесь есть. Смотрите. Вот оно. Retro Arch. Retro Arch называется. Оно бесплатное. И оно уже содержит в себе все эмуляторы. То есть, вам не нужно скачивать какие-то отдельные эмуляторы, там, PlayStation, Sega, Dendy, которые есть отдельно в Play Market. Но они там многие, кстати, платные, либо там с какой-то рекламой, либо еще с какими-то функциями дополнительными. Можно просто скачать этот Retro Arch бесплатный. Вот. И им пользоваться. Вот давайте посмотрим. Но он обязательно требует геймпад. Без геймпада он работать не будет. Вот такая менюшка у него, как прямо у Соньки 3. Что-то немного напоминает. Вот сейчас она считывает геймпад. Все, теперь он работает. Фишка в чем программа. Здесь можно загрузить контент. Ну, это с флешки, например, у вас или откуда-то загружены уже игры в Рома, да. А здесь можно загрузить ядро. Ядро это как раз-таки сами эмуляторы. То есть, эмулятор Nintendo, Sega, Dendy, там, к примеру, да. Вот эти эмуляторы у меня уже загружены. Это Sony, PlayStation, Sega, Mega Drive, Super Nintendo. Nintendo 64, что-то мне не понравилось, плохо работает. Остальные работы нормально. И также можно просто зайти вот сюда в раздел Download Core. И здесь уже выбрать, какую хотите платформу, ее загрузить. Тут всякие, видите, там 3D Engine, аркадные разные платформы есть. Atari, Bandai, Commodore, даже думают, аркадный какой-то, видимо. В общем, много разных платформ тут есть. Вот Nintendo, пошли геймбойчики. NES, ну, Dendy тот же самый. Но я не стал закачивать Dendy. Меня интересовалась Sega, Super Nintendo и PlayStation 1 в основном. Так что здесь все это и есть. Вы просто заходите сюда, выбираете, загружаете нужную вам платформу. И потом уже загружаете какие-то игры. Прежде чем запускать игры, я бы вам посоветовал вот сюда зайти в настройки, настройки инпута. И вот здесь проставить, вот видите, меню toggle gamepad combo. То есть это комбинация кнопок, которая позволяет выйти в меню. И если оно здесь у вас не будет настроено, у меня стоит L3 и R3, сразу два стиков давить, то я выхожу в меню вот сюда, этого эмулятора. Если оно у вас не настроено, тогда вы просто из игры нормально выйти не сможете. Вам придется брать пульт от приставки. Уже вот это вот выходить в самое главное меню. Там, короче, ну не очень удобно будет. То есть вот это вот сразу же настройте, эту штуку сохраните. И вы спокойно сможете выходить из этих вот игр, короче. Так, ну что, давайте теперь сейчас запустим какие-то эмуляторы, посмотрим. Начнем с... попроще, наверное, с Sega, потому что Sega, она везде хорошо эмулируется. И перейдем плавно к PlayStation 1. Так, ну, например, нажимаем load content. И здесь всякие вот эти папочки наши. Вот у меня моя USB флешка, она вот так отображается. Storage. Вот, вот сюда заходим. И у нас вот тут у меня папки уже есть. Вот Nintendo 64, но она, как я говорю, все-таки тормозит. Мне не понравился играть на Nintendo 64, играть практически невозможно. По крайней мере, там Killer Instinct. Я пробовал Mortal Kombat, мне не работает нормально. Вот, давайте начнем с Sega. Так, ну вот, например, не знаю. Рыбако против Terminator, да, давайте запустим. Была очень в свое время крутая игра, считал, с крутой графикой. Кровавая. Есть версия Sega, есть версия Super Nintendo. Но Super Nintendo не кровавая версия. Ну, давайте смотреть сразу. Сразу игру. Вот. Продолжение следует... Вы видите, да, все работает четко, ничего не тормозит. Так, давайте нажимаем в эту комбинацию клавиш, и вот такое менюшечка появляется. И тут видите, рестарт игры, закрыть контент, скриншот сделать, сохранить, например. В общем, мы нажимаем, называем, нажимаем Close Content. И выходим дальше. Давайте еще что-нибудь такое прикольное загрузим. Довольно прикольная, кстати, игрушка, сложная довольно-таки. Как-то мне визуально понравилось больше, чем версия для Super Nintendo. Как-то вот она как-то более привлекательно сделана, персонажи модельки сделаны как-то более круто. Субтитры сделал DimaTorzok Шикарная музыка в этой игре, кстати. Но во всех кистреваниях, наверное, музычка прикольная. Мне прям здесь очень нравится. И геймплей такой забористый. Ее хрен пройдешь еще, на самом деле. Но вот тут как-то сделано все более комфортно. В Super Nintendo версии она больше похожа на старый. Там какой-то корявый персонаж так вот ходит, полусогнутый какой-то. Но здесь по анимации как-то все поинтереснее сделано. Ладно, в общем, давайте дальше сразу переходим. Давайте сразу же перейдем к Super Nintendo сейчас. Так, ну что, давай запускаем. Один игрок. Погнали. Причем я запускал. Я скачивал отдельный эмулятор Super Nintendo. Вот на этой... Ну, на приставку Android. И... На некоторых эта игра не запускалась. А на одном эмуляторе запускался. То есть какие-то были проблемы со звуками. Какие-то режущие звуки раздавались непонятные. В общем, я так понял, ретро-арх, вот это самая лучшая тема. Геймпадом этим все четко, хорошо управляется. В принципе, прикольно вообще работает. То есть можно наслаждаться играть. Игра, конечно, сложная. Оу, вот я сразу слышу. Ни разу ее не проходил. У меня никогда не было в Super Nintendo. Только играл, по-моему, на Game Boy была она еще портирована. Game Boy Advance. Вот, я не помню, ускоряться можно или нет. Так, ну все, в общем, понятно, да? Давайте, все, работает вроде как неплохо. Так, ну и давайте сразу же перейдем, не будем тянуть резину. Давайте сразу перейдем к PlayStation. The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. They call to you. Вроде пока четко все работает. Тормозов я не замечаю. Вот когда я запускал версию для Nintendo 64, то просто сплошное слайд-шоу было. Вот, версия для первой Соньки полегче, видимо. Ладно, все четко, команда считывается хорошо. Я вот эту игру толком не играл никогда. Не знаю, как-то потяните делать, чего. Ну, в общем, смотрите, ребята, самое главное, что это все работает. Возможно, даже как-нибудь сделаю стримы с этой приставкой. Вот именно в Mortal Kombat поиграем. Четвертый. Подскажечку там, что, чему. Нам единственная серия, в которой я толком не играл. В общем, вот так, ребят, смотрите. Ну, Mortal Kombat работает. Не все игры, наверное, будут тоже запускаться. Давай, ладно, выходим в меню. Я попробовал, у меня не запустилась игра клонова, вот я пытался. Проходит заставка начальная, начинается загрузка, и на загрузке она просто вылетает. Вот это первый случай, что у меня не работало. Попробовал я также Mortal Kombat Mythology Sam's Hero, который на стримах проходил. Все четко работает. Не буду его включать уже. Давайте вот еще напоследок многим любимая игра. Crash Bandicoot тоже запустим. Crash Bandicoot. Сейчас посмотрим. Тоже не проходил их, этих Bandicoot в свое время. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть играл. Уже ремейки вышли. Ну, вроде да, все тоже четко работает. Тормозов каких-то не замечаю. Может, какие-то еще, конечно, нюансы будут, но это надо в игру целиком проходить, чтобы понять. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. Так, закрываем это дело. Единственное, я не пробовал какие-то игры для PlayStation, которые используют аналоговые стики конкретно. Потому что что-то их особо-то и не было, таких игр. И, в принципе, они мне сейчас, ну, и не интересуют такие игры. В общем, ребят, вот такой геймпад. Еще раз напоминаю, значит, называется X3 просто, в принципе. X3 Wireless Controller. Беспроводной контроллер. Вот так он выглядит. Если что, ссылку, где я его покупал, тоже оставлю в описании на продавца. Это приставочка, вантар и вот такой геймпад. Это неплохая тема для ретро-гейминга, для ретро-эмуляции. Помимо того, что можно смотреть фильмы и, там, я не знаю, ТВ-программы. Надеюсь, вам было интересно. Пишите ваше мнение в комментариях. Ставьте большие пальцы вверх. Хотите еще каких-то обзоров на нашем канале. А на этом у меня все. С вами был Анидзука. До новых встреч.